А вновь приветствую в своем уютном логове. И это уже 25 глава приключений пожилого нейтрального спиртоеда в Ведьмаке. И что-то продолжение расследования его сдвижения с, так сказать, сковыривания с ровного места, оно подняло мне настроение и неплохо так подняло. Но наконец-таки у меня появилась надежда, что я избавлюсь от этого храмового квартала и продвинусь дальше. И дальше будет лучше. Сейчас я загляну к Талеру в надежде избавить могильщика от, скажем так, долгов, чтобы впоследствии, естественно, избавиться от нечисти. Но есть другой вариант, может быть я смогу получить разрешение от Мейса? У меня ведь есть контракт на убийство нечисти. Да, Ведьмак. Можешь сделать мне пропуск на кладбище? Без проблем. Может заодно наведешь там порядок. Там не просто опасно, там ужас какой-то. Посмотрим, что я смогу сделать. А, то есть все гораздо проще, я просто так получил от него пропуск. Слушай, а Мейс-то оказывается не такой уж и мудила. В принципе нормально с ним можно общаться. Пропуск он мне выдал просто так, на изи. Опять же, по какой-то причине до этого я не мог даже начать этот диалог. Ну, потому что, ну что ж, контракт Калькштейна, он же ничего не значит, правильно? Значит только основная сюжетка. Но давай я все еще попробую. У меня есть пропуск теперь, да, это прекрасно. Но я все еще попробую разобраться с долгами могильщика. Ну, раз уж он помогает мне. А. Окей, давай попробуем. Пофигу. Можешь провести меня на кладбище. Я все могу, только что-то не хочется. Как я могу тебя убедить? Меня достало это проклятое расследование. Докажи, что я невиновен. Пока. Ну, мне Винсент забесплатно все сделал, так что... Талер, поцелуй меня в задницу. Это официальное заявление. Чили бусим до вечера. Затем отправляемся в лечебницу. Все. Уже и вскрытие будет готово. Теперь вопрос вот в чем. Хотя на кладбище может сходить сейчас. Слушай, давай пока день, пока все эти дела. Давай сгоняю на кладбище. Что-то у меня уже лапы чешутся кого-нибудь прирезать. А то в прошлой главе там только с волками я чуть подрался. Но с волками драться это дело неблагородное. А вот какую-нибудь нежить завалить. Тут-то я как за здрасте. Тем более, что у меня... Да, я опять поиздержался. Покупкой основ для эликсиров. Покупкой Реймонда за 200 Оренов. И у меня опять 3,5 тысячи. Мне нужно догнать до 5. Все-таки. Чтобы у меня наконец-то появилось что-то, что-то. Так. А. Нужно, чтобы он их отпёр. О, тут ещё есть один диалог, окей. Давай спрошу. Подожди, он же мне её... Он же мне уже его пообещал. Обычная на первый взгляд смерть может удивить тебя. Всегда полезно заглянуть поглубже. А ты, извини, какой частью тела туда заглядываешь поглубже? Я хочу проникнуть на кладбище. Невозможно. У меня есть разрешение от капитана Мейса. Вот ключи. Иди внутрь и посмотри склеп, где мы складываем свежих. Но если они тебя убьют, не приходи меня пугать по ночам своими жалобами. Всё, прощай. Не сомневайся, приду. Пацан, ты со мной пойдёшь на кладбище? Я получил формулу. Что, я получил формулу ещё какую-то? Каким образом? За какие заслуги, мне интересно? Я не против, но... Повышает эффективность серебряную... Подожди. Что? Зелье Петри или... Чё за нахрен? Ты это видишь? Тут написано, повышает эффективность против серебряного меча. Тут написано, что это зелье, формула зелья, которая повышает силу знаков. Логика вышла опять. Из всех щелей. Окей, давай пройдёмся по кладбищу, посмотрим, что тут можно обнаружить. Там вроде никто не ходит. И... А, это ворота у меня так реагируют. Подожди, нет, что-то можно полутать. Там что-то есть. А, это ласточки на зелье. Нет, как видишь, днём тут никого нет на кладбище, и нечисть не вылезает. Тут лужа для утопцев, что ли, появилась? Зачем она здесь? Тут, похоже, какой-то... То ли недостроенный, то ли разрушенный собор, часовня. Чё-то такое. Ворота купеческого квартала. Они, наверное, сейчас уже заперты, да? Да. Какие-то неизвестные растения. Гниль. Что ж. Мне, я думаю, нужно будет ещё тоже приобрести книги по растениям, чтобы это всё изучать. Нужно найти вход в склеп. А, это что? О! Тут кого-то доедали. Белые розы, белые розы. Что-то у меня с головой, наверное. Вороний глаз. Вороний глаз? Или вилкой раз? Хе-хе. Пойдём в склеп. Что я там говорил? Да не нужна мне кошка, я говорил, да? Да не нужен мне кремень, я говорил. Молодец. Обосрался. Всё как обычно. Классический ведьмак. Пойдём. Я говорю, пойду кошку. Не хочу там шариться в темноте. Опять же, если бы... А, если бы я... Сейчас, подожди. Голову включу. А, если бы я сам для себя играл, я бы пофиг, я это прошёл бы, но... Мне ж нужно, чтобы видно было. Чтобы показывать. А, чтобы показывать красивое, нужно уметь это делать. Нужно иметь... Так, у меня остался солдатский самогон. Он для кошки подойдёт. Давай заглянем к Реймонду. Я сделаю одну кошку, и мне её хватит вот так вот. С головой. Чтобы... Чтобы пройти этот склеп. Ласточек у меня много. Игни у меня тоже есть. Так сказать, перегарчику поддадим. А ещё я хочу наконец-то определиться, что... Что за зелье я получил? Я получил Петри рецепт? Или серебрянку? Или и то, и другое? О! Ещё с ним можно будет поговорить. Ладно. Давай-ка... Давай-ка... Посмотрим. Зелье Петри я получил всё-таки. Увеличивает силу знаков. Серебрянку я не получил. Серебрянку я не умею делать. Соответственно, логично предположить, что меня где-то кто-то обманул. Но обманул меня явный человек, который делал этот предмет. Что? И что мне нужно искать во время вскрытия? Посмотри на внутренние органы. Яды... Это нынче модно. Любой может сварганить чё-нибудь из обычных травок. Я слишком часто видел, как алхимия помогает решать семейные ссоры. Так что на твоём месте я бы изучил печень. Бывай. Мне кажется, Геральту нужно свою печень в первую очередь изучить. А не заключённого при вскрытии. Но этот момент мы озвучивать не будем. Я это только для своих сказал. Я в такие игры не играю. Так икатись отсюда. Не играет он в такие игры. У стражников под ногами путается. И у меня под ногами путается. У всех. Задолбал, пацан. Вон, видишь, для тебя висит. Опа. Тут ещё что-то недоеденное валяется. Уже какие-то трупы, кости на меня трясутся. Ух ты. Появились. А раньше не было. Вот тебе. Присмолить. Опа. Что случилось? Кто это тут у нас такой слабенький? Не, я в склеп всё равно пойду. Я вижу, что они теперь появляются на поверхности, но в склеп я всё равно пойду. Не зря же я кошку приготовил. Где она, кстати? Вот. Понеслась. О, мне еда закончилась. Я всё продал. Ну, значит, придётся... А, тут есть чем перекусить. Давай арбузика. Чтоб не ссаться. Или чтоб, наоборот, лучше ссаться. Ну, гули они такие. Они совсем ни о чёмные. Они с двух ударов рассыпаются. Там что-то лежит, слушай. Там что-то интересное. Давай начнём... С тебя. Я ещё кого-то ещё в нокдаун отправил. Ух ты. Ух ты, сколько вас здесь. Подожди-ка. Это мне не нравится. Кравейр и куча гулей с тобой, да? За компанию. Подожди, там ещё и вампир. Ой, это не тот знак был. Подожди. Я перепутал. С исправлю. Ну, отвалите. А почему ты меня сейчас не с тем стилем заюешь, а? Ледер в нокдауне. Да иди ты в задницу. Что? Почему? Это сейчас что было? Он меня не атаковал даже. Да, свалишь ты уже. Наконец. Меня персонаж вообще не слушается здесь. А, он забыл проиграть анимацию выпивания. Куда флэдер делся? Я же его грохнул. Ты покори. Мне нужно пока отлечиться, а ты пока гори. Хорошо тебе там? Тепло? Для тебе девица. Тепло ли тебе жирное? Да-да, я вылечусь. А теперь уже моя очередь. Я не понял, куда делись остальные. Там вроде их было больше. О. Останки. Не обыскиваются. Вот, флэдер все-таки сдох. Я что-то думал, я его в нокдаун отправил, и надо было его добивать. А не надо было. Он уже и сам откинулся. Трупов столько изувеченных. Слушай, я вроде же не всех порешал, да? Да, вот они еще двое. Из ларца. Без единого яйца. Ай, ладно, давай я вас силовым стилем запромсаю. Они все равно безобидные. Что это за... Стол для жертвоприношений? Что я открыл? Или я просто вскрыл одного вампира, и... И ничего мне за это не будет? Награда моя где? О. Ух ты! Ух ты! А кого я нашел? А кого я нашел? Реймонда-то никакого уже нет. Вот он, Реймонд. И опыта я за это получил. Что это за алтарь? А, тут еще тоже есть. А, и все подозреваемые резко стали невиновными, потому что... Хорошо. Интересно. Благодарность могильщика. Ой, у меня тут куча сразу обновлений задания с одного только трупа. С того, что я нашел настоящего Реймонда. А кажется, в прошлый раз я такого не находил. Кажется, в прошлый раз такого не было. Ну, я продолжу. Обыск этого склепа. Тут еще много трупов, тут еще много нелутанного опыта, нелутанного добра. Ну, приятно, что мне удалось найти настоящего. Так, тут... Кстати, я не вижу здесь ни одного Альгуля. Что еще любопытно. Теперь мне нужно будет поговорить с могилой. С могильщиком. С могилой, с могильщиком, да. С Таллером. С Винсентом. Чтобы, возможно, попросить его о помощи. О, а вот и Альгуль. Пришел, как по заказу. Точно в срок. Это раз. А еще будут? Мне ж нужны кости Альгули или мозги? По-моему, мне нужны мозги Альгули. А с них не падает. А что делать? Давай посмотрим. Подожди, я уже не уверен. Та-та-та-та-та-та. Провести или вскрытие? Ну, в принципе, да. Можно. Калькштейн еще даже. Могила. Таллер. Ну, хорошо. Ну, поддержку я тоже попрошу у всех, у кого смогу. У всех, кто мне поможет и согласится помогать. А. Самое главное-то я не узнал. Костный мозг. А костный мозг это, наверное, и есть. Да. Все. Костный мозг. Я думал, этот. Головной. Хотя какой там головной мозг у Альгуля? Оно ж тупое. Да. Жги ты уже. Персонаж реально максимально непослушный в моих руках. Давай. Супер. Ага. Я уже даже поджигать не буду. Не заслужил. Ты, моего ведьмачьего тепла. А тут что? О, наконец-то. Вот и сундуки с лутцом. Ну, хотя тут того лутца. Ну, так себе. Несколько сундуков. С таким небольшим количеством. А вот саркофаг. Ух ты. Рунный камень сварога. Черный порох. Тут еще кольца ценные. Я возьму все. О, у меня инвентарь обратно забивается. Давай-ка. Конфеткой перекусим. По такому делу. Чтоб меньше. О, кинжал ассасина. Кинжал ассасина, я думаю, будет дороже, чем просто факел. Ммм, там еще сундучок лежит. Ну и вроде на этом склеп, похоже, закончится. И Альгуля мне нужно еще одного будет найти. А это что? Неизвестный эликсир. Ух ты. А давай я его выпью. Просто по приколу. Шпью все подряд. А что он мне дал? А я и не понял, что он мне дал. Он мне дал какой-то эффект? А какой не ясно. Потому что я не могу смотреть статусы. У себя. Или могу? Нет, не показывает. Ну и ладно. Тут у меня сера. Ну, ничего необычного. Ап сера. У меня тут. Что, весь это весь склеп? Он маленький, оказывается. А разговоров-то было. Карта-то глянь, какая большая. А склепа. И? Кусечка. Ну, прекрасно. У меня огромное количество теперь людей, которым я должен сообщить, что они точно не виновны. Нужно сейчас еще круг нарезать по кладбищу и понять, что я могу сделать. Найти еще одного Альгуля и почикать его. Сходить к Калькштейну. Сдать ему задание. Объявить о его невиновности. К могиле сходить. То же самое сделать. О, дел у меня не в проворот теперь. Только бы опять же Альгуля найти. Ну, один же выполз. Может, еще один найдется? Неупокоенный. Монетки нашлись. Слушай, Альгуль не хочет вылезать. Вот ты тресни. Ну, значит, ночью приду сюда. Доделаю. Толку-то сейчас. Какие-то красные огоньки мерцают по экрану. Похоже, от того эликсира. Опять же, что за действия у него, я не знаю. Ну, бахнул и бахнул, так сказать. Что бубнить-то? О! Все-таки оно здесь... Оно здесь живое. Оно здесь лазает. Всякое утопцево-плавновое. Ну, вы меня вообще не интересуете. Никаким образом. Можете меня в сраку поцеловать. Ну, они, в принципе, это и пытаются сделать, только с зубами. А с зубами не надо. С зубами мне невкусно. Все, пойдем. Надоели. Можно задание выполнять, а я тут шорхаюсь. Ну, все, столько всего. Сколько, столько разного. Начинаю с могильщика, потом идем к могиле, потом идем к Калекштейну, потом идем к Таллеру, потом идем к Винсенту. Такая вот последовательность. Вечером провожу вскрытие, ночью я добиваю... Альгулей. Что? Какой ключ? Я не... Нет, подожди. Прощай. Мне еще рано отдавать ему ключ. Мне же еще Альгулей надо добить. Вот твой ключ, говорит. Какой? Не, не отдам. Так, могила, скорее всего, дома сейчас. Заперто. Ну, значит, вечером к нему схожу в таверне. Таллер. Калькштейн. Ну, замечательно. Все идет как идет. Все идет как надо. Ну, так... Я выяснил, кто такой Евет. Хочешь послушать? Да говори ты уже! Евет использует личину, чтобы замаскироваться... Какую личину? Сам детектив мертв. Евет пытался навязать мне свои планы. Он хотел, чтобы я стал подозревать Винсента, могилу и Калькштейна. Даже не знаю, что сказать, ядрена вошь. Еще чуть-чуть, и он нас всех поимел бы. И как ты собираешься прикончить этого сукина сына? Мне нужно как-то его ослабить. Но я пока не знаю, как именно. Поговори с людьми, на которых он тебя натравил. Один из них должен знать способ. А это что? Я вычислил Саламандру. Точно! Я еще вернусь. Я на самом деле не очень знаю, зачем эти задания выполнять. Потому что опыта я вроде с них не имею. А Винсент, он... Он здесь. Я думал, он куда-то сдрыснул. Да, ведьмак. Чего? Снова? Я знаю, что это Реймонд. Кто такой Реймонд? Реймонд, лидер Саламандр. Поверь, ведьмак, у Реймонда есть все причины ненавидеть Саламандр. Кроме того, их возглавляет Евет. В том-то и дело. Евет и Реймонд одно и то же. Саламандра убил настоящего детектива и использовал его доброе имя, чтобы обтяпывать свои дела. Он воспользовался иллюзией. Как ты это выяснил? Элементарно, дорогой капитан. Дедуктивный метод самый надежный инструмент детектива. Значит, Реймонд... Хм, ладно. Скоро полнолуние. Буду за ним приглядывать. Улажу бумажные дела, ордера и тому подобное. Это недолго. При чем здесь полнолуние? Ни при чем. Забудь об этом. Терпение, ведьмак. Очень скоро мы схватим этого ублюдка. Никогда не слышал поговорку. Хочешь, чтобы что-то было сделано правильно, сделай это сам. Ты о чем? Абсолютно ни о чем. Забудь об этом. Ах да, чуть не забыл. Если это правда, а я подозреваю, что так оно и есть, то я вынужден признать, ты молодец. Спасибо. О, а вот и за большое человеческое спасибо поговорили. Я знаю про твою связь с саламандрами. Умираю от любопытства. А, это уже было. Поговорим потом. Короче, я сейчас немножечко забегу вперед, потому что до Винсент сам спалился. Я так предполагаю, что он хотел дождаться полнолуния, чтобы самому явиться к Реймонду и его прикончить. Ну, немножечко, так сказать, в альтернативной форме погон. Так, а что я тут сюда прусь? Могилы же еще там нет. Сейчас забежим к Калекштейну. Потом к могиле вечером. Вечером же схожу на вскрытие, вечером же улажу дела с альгулями. Такие дела. Такие дела. Я ухожу отсюда. Ты от Калькштейна вышла или ты к нему зайти хочешь? Он тебя не впустит. У него интерес к тебе может быть только платонический. За бороду его подергать. Я знаю, что на самом деле за Саламандрами стоит Реймонд. Ты уверен? Да, у меня есть неоспоримые доказательства. Азар убил Реймонда и выдает себя за него при помощи иллюзий. Каков мошенник? И что ты собираешься предпринять? Лучше тебе не знать об этом. Будь осторожен. Он очень силен. Его надо отрезать от источника своей силы стихии огня. Замани его вместо с нестабильной магической аурой. Хорошо бы, чтобы это место было окружено водой противоположной стихии. Башня на болоте. Идеально. Там ты сможешь победить. Значит, башня. Там все и случится. Хорошо. Давай-ка я у тебя отдохну до вечера. О, тут как раз уже целый день прошел, пока я лазил по этим склепам. Какие у меня остались задания? Подозреваемый могила. Ну и все, да, единственный подозреваемый остался от могила. Сейчас пойду с ним тоже разберусь. И кладбище. Кладбище, могила, вскрытие. Все, что мне теперь осталось. И нужно найти десятый сефирот. Это важно, я хочу все-таки поработать с этой магической башней. А, извини, я задумался. Что-то это заткнулся сильно, да? могила. Ты на месте? Могила. Ладно, пойдем сначала на кладбище. Я хочу к нему зайти, может он мне что-нибудь тоже полезного расскажет. Плюс у меня уровень почти поднялся. Это тоже не стоит забывать. Я думаю, что я себе хочу улучшить игни. А, прежде чем влезать в драку с Еведом. Потому что, что удивительно, перегаром он побеждается, несмотря на то, что он маг огня, вообще замечательно. Перегар его берет. Еще как берет. Прям за душу берет. И за уши. И даже за другие части тела тоже, да. Берет. Ну что, аль гулюшки? А, гули, 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 аль гули, гули, гули. Аль гули. Тут обычные гули есть? Они летают вокруг. А аль гули я что-то не вижу ни одного. Давай еще часик подожду. Есть тут костер или типа того. По-моему, нет места, где можно помедитировать. Хотя вроде есть. Вроде что-то такое я помню. Или если выдумал его. Может и выдумал. ну и что? Пойдем вскрывать тогда. Проведем вскрытие, после вскрытия вот обратно сюда, обратно к могиле. Еще куда-нибудь оформим, короче. Разные дела обстряпаем. Ну что ж. Дело уже вот теперь наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки и идет к концу акта. Что меня не может не радовать. Это значит, что на болото я по-любому еще вернусь, чтобы пройти к той башне. И значит, что мне нужно откуда-то взять Сефирот последний. Возможно он у Еведа. Возможно он в самой башне. Я же не ходил в саму башню. Надо сходить. Надо сходить в башню. Почему я этого не делал? Я подходил к ней в самой башне я не был. Пойдем в башню. Может там десятый Сефирот. И я смогу что-то получить до сражения с ним. А что сюда пришел? Шаня. А наверное там вскрытие можно провести. Да. Тело прибыло ашане где? Совсем нет сил. А ее здесь нет. Мне к ней нужно сходить что ли? Давай к ней сходим. Но я ее здесь не вижу. Либо я в очи долбанулся, либо мне действительно нужно к ней. Вечер уже поздний кстати. Можно еще к кузнецам зайти, если они спать не будут. Продать им кинжал и топор. Чтоб не мешался. Чего он хочет? Чего? Че началось? мы же все нормально общались. пришел к Шане. Тебя из лечебницы прислали. Очень на то похоже. Вид тебя болезненный. Тебя верно боги наказать захотели. Да, я из лечебницы. Тогда поднимайся наверх. Только девушку не замай. Старуха внезапно... А где? Че? Шане это где? Там ее нет. Тут ее нет. Че за приколы? Это анекдот какой-то? В лечебнице ее не было. Здесь ее нет. Где она? реально похоже на какой-то анекдот. Давай я зайду к кузнецам. Продам просто. Господин Хилай. Да я знаю, что говорит господин Хилай. Мы уже с тобой это обсуждали. Так, продам ему еще наверное метеорит красный. Хотя он вроде какой-то другой. или нет. Такой же. Ладно, попродаю ему все это. Я все равно этими штуками не пользуюсь толком. А деньги мне нужны. Черный порох. Высококачественная, высококачественная. Давай я и порох продам. Тоже опять же бомбы я пока делать не умею. Источников пороха у меня до хрена. В случае чего я его заново куплю. А вот алмазную пыль я может и оставлю. На всякий случай чтобы она у меня была. Все. Чуть подрасчистил инвентарь. Можно было бы еще заглянуть к Талеру, но давай уже позже. Чтобы продать ему тоже всякое. Так. Шани не было ни там, ни там. Давай еще раз зайду в лечебницу. Если ее тут не окажется, я пойду в таверну. Тут нет. Тут толпая пуфта. ее нет здесь. Не там ее нет, не здесь ее нет. Где она? Теперь у меня шани исчезла. Прекрасно. Мой ведьмак. великолепная великолепная вещь. Но меня скоро доконает просто до белого истерения и вопления. Вот такие вот дела. Все. Ведьмак меня прям печалит. Могилы здесь нет. Угу. Дай угадаю, дома его тоже не будет. Я уже даже готов этим дегенератом заплатить, чтобы туда зайти. давай попробуем. Если его там не будет, ну я уже хз что делать. Ну хоть могила дома. Что тебе нужно, волк? Я вычислил Еведа. Годится. Ты приобретешь элемент неожиданности, но будешь драться один с сильным колдуном. Может быть у Калькштейна есть какие-нибудь идеи? Хорошая работа, волк. А, ну понятно, у него видимо все диалоги, это набор бессмысленного бреда с обоих сторон. Я раскусил Саламандр. Хочешь знать правду? Слушаю тебя внимательно. А, я еще вернусь. Нет, слушай, опыт какой-то я за это получаю. Не зря я это делаю. Смысл это имеет. Пойдем я разберусь с последним альгулем. Думаю, уже сейчас дело действительно к вечеру, они сейчас должны там напоявляться. ближе. Уж близятся к тому, что должны. Ну вот и могильщик ушел. Давай проверять. Да, у меня знаки заработали как раз в этот момент, перед тем, как я зашел. О, вон оно. А это гуль. Ну пусть лишним тоже не будет. Оформили отъезд с двух гулей отсюда, но нужен один альгуль. Просто хотя бы один. Я уже сдам наконец колькштейну и все будет замечательно. Все будет великолепно. только только что-то он не хочет появляться. Какие альгули здесь стеснительные в этой игре, ты представляешь? Он не хочет выходить. ну давай уже глуп ляйся. Я что, зря пришел что-ли? шуганул меня. Это два гуля. Альгуль где? Может в склеп еще раз зайти? Может он там где-нибудь на входе будет? А то что-то это как-то печально. Давай зайду. Как бы за спрос не убудет. Ну? Ну? М? М? Вроде в прошлый раз Альгуль был где-то вот там. В конце коридора. Может он воскрес? И с него можно еще раз кости полутать? Вот здесь он появлялся. Но его здесь уже нет. Значит пойдем обратно в темноту. Ну все я тогда вылезаю из склепа тут делать особо нечего больше. Все что я мог и хотел тут найти я уже нашел. Поэтому идем наверх. Попробую еще нарезать один круг. Нет не Михаил. но если нарезка круга мне не поможет тогда уж что делать? нет тут Альгуля не хочет вылезать хоть усрись нету его ну и что делать? реально тут хожу брожу бесцельно по кладбищу четырех гулей я нашел а Альгуля ноль ни одного нет таких у нас говорят не водятся нет тут Альгуля смотри что происходит ладно идем к Талеру продам ему драгоценности уж хоть что-то сделаю не хотят меня гули и все тут ну и тут никого нет хотя раньше тоже появлялась нечисть ой к черту давай уже в следующей главе да разберемся совсем чуть-чуть передохнуть снова на старом уже любимом моем месте все неплохо возможно в следующей главе или через главу закончим второй акт переберемся к храмовому кварталу или к купеческому я не знаю что там самое важное и перед тем как сражаться с еведом я еще раз схожу в ту башню может я найду там сефирот мне кажется что последний может находиться в башне так что все еще впереди впереди будет интересно никуда не уходи я сделаю нам чаю что что это что что это Субтитры создавал DimaTorzok